Всем привет, друзья! С вами Dare2R, вы на канале It's LuckyTime, и мы играем в игру Spore. В общем, после последней серии я немного поиграл без записи, и, собственно, видно, что я заключил оба союза, то есть с жёлтыми ребятами, будем так называть, и, в общем, с бирюзовыми два союза по обе стороны нашего государства. И также колонизировал ещё одну планету с жёлтыми пряностями, просто так, на всякий случай. Деньги были, да, полетал денег, ну, покупка-продажа, короче, туда-сюда, в общем, набрал немного денег. И сейчас у нас главная задача, я себе поставил сегодня, в общем, так, на паузе стоит, да? Вот на этой планете, где у нас синяя пряность, я хочу, 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 сейчас подлетим к ней. Короче говоря, терраиндекс поднять. У нас есть задача, терраформист, повысить, 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 где она? А, да, да, я так не найду, наверное. Короче, повысить терраиндекс планеты не менее двух раз. За это нам дадут прикольный инструмент, потом я его покажу, тоже для изменения терраиндекса. Короче, нужен он нам, поэтому нам нужно поднять терраиндекс. У нас для этого есть инструменты повышения и уменьшения плотности атмосферы, и также повышения и уменьшения температуры. Поэтому сейчас летим, короче, за этими инструментами. Нам нужно повысить плотность и чуть-чуть повысить температуру. Сейчас, короче, найдем инструмент. Скорее всего, дома он стоит дороже. Там, по-моему, по 150 тысяч они. Давайте посмотрим. Че, сообщение какое-то. Сейчас, ладно. Подождите. Так, здесь они стоят... Да, по 150. Это плохо. Ага. Нам можно уже купить. Но пока не будем. Денег мало. Но то, что уже возможно купить, это очень хорошо. Так. Инструменты, значит. Полетели. Посмотрим, сколько здесь продают. Кстати, вот с этими я заговорил. Но они даже торговать не хотят, пока я не в лучшую отношение. А задание, которое я у них брал... За которое, кстати, они предлагали 300 косарей. Надо было уничтожить там этот город, в общем. Ну, города все на планете. Че-то я не захотел этого делать. Так. Ребята... Нет у них этих инструментов. Кстати, я нашел всякие артефакты на планетах, да? То есть там бывает, встречаются. Они стоят достаточно дорого. Хотелось бы продать, но насколько я помню, что если продать полностью всю коллекцию, типа, этих типов артефактов, то... Да тут больше денег. А может, я не ошибаюсь. Не знаю даже. А да, кстати, насчет комментария, то, что розовая пряность... Ну, типа, планета с розовой пряностью и розовая пряность дороже. Я тоже раньше думал, что... Пряность, короче говоря, розовая самая дорогая. В общем, почему я был прав? И чё к чему-то, собственно, на самом деле. В общем, комментарий был... Ищи планету с розовой пряностью. Она, ну, в общем, розовая пряность дорогая. В общем, Евгений, ты отчасти прав, а я ошибался. На самом деле, я тут нес бред. Ну, должен был нести бред. То, что все-таки неважно, какая цена, бла-бла-бла. Короче говоря, зашел я после записи видоса этого на Википедию. В общем, что тут пишут? Давайте сразу расставим все точки над И. И, в общем, я с вами поделюсь, чё к чему. Короче, есть шесть типов пряности. Ну, это мы и так знали. То есть по цветам они различаются. И действительно, у них разная цена. Разная цена, потому что у них разная редкость. То есть их местонахождение. Вот здесь вот есть вероятность появления пряности определенного цвета. И, в принципе, так невооруженным взглядом, не приглядываясь, можно увидеть, что у красный процент самый большой, 96. У желтой уже поменьше. У синий уже как бы только на орбитах определенного цвета. У зеленой, розовой тоже уже маленький-маленький процент. А у фиолетовой вообще только маленький процент на определенных орбитах. Короче, соответственно, у них и цена различная. То есть вот есть табличка «Цена на легком уровне сложности». Она варьируется. То есть есть минимальная цена, есть максимальная. И значения абсолютно рандомные идут. То есть когда мы прибываем на планету, какой-то алгоритм срабатывает. И, в общем, мы продаем эту пряность. Соответственно, но в любом случае, красная пряность, если по диагонали, да, посмотри, не, не по диагонали, полосочку посмотреть, самую минимальную цену, красная цена 281 кодит за единицу, а фиолетовая косарь 200. То есть это в 6 раз, да, получается больше. Ну и, соответственно, максимальная цена в разы уже больше. Не то, что в разы больше. Короче, соотношение остается такое же, а цена как бы увеличивается, соответственно. Вот такие делища. Короче, ну, в итоге нам надо искать как можно больше планет с розовой и фиолетовой пряностью. Но там я уже, в общем, продолжу в видосе речь. Поэтому я-то хочу просто сделать... Сделать так, чтобы у меня вся пряность была. И как можно больше, чтобы... Вообще без проблем я летал и... Торговал... Всем, чем... Всем, что есть. Так, а можно залететь и... Короче, повазарить с ними. Вот, приобрести систему можно, но... Если мы назначим слишком маленькую сумму... Они скажут, гуляй отсюда. И придется заново опять охмурять их. Это не круто. Блин, продать что ли или не продать? Артефакты просто место занимают в то же время. Короче, сейчас к желтым сгоняем. Посмотрим, есть ли у них инструменты. Давай, на домашнюю их планету. Посмотрим. Так, а у них тоже нифига нету. Да вы чё? Ну ладно, ладно. Пускай так. Так, тогда летим на домашку. Берем... Берем инструменты. Здравствуйте. Так, давайте что ли, может быть, возьмем для повышения плотности один. И для... Или нет. Давайте сначала один возьмем вот этот инструмент. Посмотрим, сколько... Сколько он повышать будет. Просто не помню совершенно. Вот неплохо бы здесь, допустим, на этой солнечной системе занять бы с зеленой... С зеленой пряностью. Мне кажется бы... Очень бы помогло нам. Так, ну чё? Пуляем инструмент. Где он там? Так, генератор атмосферы. Сейчас смотрим на график. И... Чпоньк. Вот, пошло. То есть, когда ТР-индекс перейдет во вторую фазу, получается... То тогда... Будет возможность посадить деревья и... Ну, короче... Заселить флорой... И фауной... Флорой и фауной этот самый... Короче, планету. Ну, еще одной. То есть, еще одной шестеркой. Сейчас как раз это произойдет. Сделаем это. О! Стабилизация ТР-индекса. Поздравляем ТР-индекс. Повышен. Сейчас, короче, посадим жизнь. Я тут насобирал чутка. То, что нам надо. Так, раз. Два. Три. Три. Так. Животное. Раз. Два. Просто собрал с какой-то планеты, не помню. Блин, не ту. Отдай обратно. Хе-хе-хе. О! Все. Нам дали ачивочку. Зоолог. Зоолог. Чтобы знать, что это такое. Ну, ладно. Потом посмотрим. Короче, все. Триндекс у нас улучшен. До второго уровня. У нас есть возможность построить еще один город. И это чудненько. Ладно, пойдемте посмотрим, что там за инопланетные... Кто они там? Инопланетные захватчики. Слышь, братан. Да-да, ждите. Сейчас я приду. Накажу. Васильев вот этих. Кто-то что-то попутал, по-моему. Хо-хо-хо. Я еще в самом начале говорил, мы... Именно... Так, что, все? Ага, все. Они исчезли. Еще в самом начале говорил то, что... Как сказать-то? Мы... Мы не агрессивная раса. Но если на нас напасть, мы сможем показать себя и дать отпор. Так что вот так вот. Тыкс, тыкс, тыкс. Че делать-то? Че делать-то? Да, терраиндекс еще повысить может. В принципе-то... В принципе-то да. Сейчас посмотрим еще раз. Так, терраиндекс. Ну, в принципе, да. Мы можем повысить, да. Еще один инструмент такой же купить. Повысить. Он дойдет до Т3. И все будет круто. Или же... Сделать... Немного иначе. Сейчас скажу как. Короче говоря, можно... Вот на желтую. Ну, желтую тоже сделать до второй. Ой, че такое? А, все нормально. Не, все-таки давайте это... Все-таки... Доделаем до третьего. Чтобы у нас была возможность уже... Как это называется? Была возможность построить уже три города в общем колонии. И будет крутота. Мое почтение. Я хотеть... Купить инструмент. Да. Все, супер был. И, наверное, надо все-таки... Животных других взять. Блин. Можно не показывать это каждый раз? Купить инструмент. Ага, все. Энтер работает. Слава богу. Так. Животные и всякие. Елки-палки. Так. Кустец. Деревце. Так. Животное одно. Есть. Кто там? Где там еще? Куда все пропалят? Так. Мне нужно еще одну травоядную. Ага. Так. Травоядная. Иди сюда. Блин. Травоядная есть. Еще один хищник. Ну. Где он? Хищник. Что за дела? Что, не будет хищника у нас сегодня? Ладно, этого возьмем. Так. Ац. Поймал. Все, погнали. Отседова. Все. Сейчас, наверное, террориндекс повысим. В принципе, можно было бы сразу и колонию купить. Даже, наверное, парочку. Хотя, что парочку? Парочку нам ничего не даст. О, да. Парочка нам ничего не даст. Потому что нам же надо будет сейчас апгрейдить еще и первую колонию. На что там недостаточно, недостаточно много, недостаточно эффективная добыча. Вот так вот. Так, ну что, делаем. Чпоинкс. Надеюсь, сканает все. Будет красота. Давай, выравнивайся наверно. Вверх. Давай. Блин, я очкую так-то, что он влево сейчас ведет слишком. Будет не очень хорошо. Какая штуковина, блин. Обавно. Так, ну вроде получилось. Сейчас давайте по-быстрому попробуем. Ач, ач, ач. Животных сейчас скинем. Скинем. Короче, чтобы полностью. Ать. Есть. Стабилизировали. Хух. Вот это забавно получилось. Ладно. Сейчас тогда поглядим, что мы можем сделать здесь. У нас 54 в час. Что неплохо. Очень даже неплохо. Ну все считаете терриндекс, как на домашней планете сейчас у нас. Тут. Что может быть лучше? Хе. Так, дом. Дом. Дигидон. Развлекуха. Ну пускай развлекуха будет. Так. Дом. У нас 97 тысяч остается. Ммм. Завод. А, нет. Не завод. Вот так завод. Нет, давайте вот так завод. А здесь дом. О, отлично. Отлично ведь? Или нет? Или не очень? Что если здесь завод поставить? Нет, все плохо становится. Хм. Да пускай так и будет. Че уж. Как есть. Стоишь все два в час. Пойдет. Так, 16 за башню. Так-то оборона. Нужная штука. Особенно. В эти тяжелые времена. Когда инопланетные захватчики могут прилететь. Так что ладно. В общем заберем у них пряность. Одну штучку. Ну ладно. Ну и полетим тогда. Сейчас продавать. Перепродавать. А что если я тогда сейчас на паузу поставлю? На паузу поставлю. И в общем. Поперепродаю. Ну в общем денег заработаю. Короче говоря. Мы построим еще колонии. И посмотрим сколько будет приносить у нас планета с синей пряностью. Давайте сделаем так. Друзья. Я накопил денежек чутка. И у нас короче говоря. На планету союзников напал. Напала какая-то сволочь. Давайте глянем. Мы как раз на планету которую мы. Систему точнее которую мы. Перекупаем. Сейчас накажем гадов. Нефиг. Где? Вижу. Так сюда иди. Где ты там? Вот ты. Та-та-ац. Все? Да. Ну-ка за это что-то дают. А вы согласились нам помочь. Да. Плюс 10. Классно. Че. Супер балбу. Бл-бл-бл. Ну че. У нас 270 тысяч. В принципе мы вполне себе можем позволить сейчас. Купить инструмент для. Тихо-тихо-тихо. Для колонии. Слушайте. А этого по-моему не было. Или была. Короче инструмент для колонии. И. Построить еще одну колонию. Посмотреть сколько денег это нам может принести. Так. Мне нужен инструмент. Черт возьми. Я не хочу у себя покупать. У себя дороже. На 30 тысяч практически. Да елки-палки. Где? У этих бирюзовых что ли? А с антрея есть у вас инструмент для колонии или нет? Во. Ну загнул конечно 30 тысяч. Ну короче дешевле. Всяко. Так. Блин. Я забыл. Черт все таки это дает. Давайте посмотрим. Зачем я это сделал. Я уже не помню почему-то. Так. Терраформист. Терраформист. Сейчас. Вот. А зачем? Чего-то я не понял. А зачем все таки? Я хотел. Знаете. Такая вот штука. Мы покупаем. Получается. Постоянно. Чтобы изменить терраиндекс нам нужно купить инструмент постоянно. То есть он одноразовый так сказать. А мне помнится там была такая штуковина. Типа. Не инструмент. А как бы стационарная такая штуковина. Которая тратит просто энергию. И которая управляет получается терраиндексом. Ну плюс-минус там вправо-влево и нормально. То есть не нужно покупать каждый раз эти всякие шняги. Вот. Я думал, что сделав ачивку терраформист мне дадут этот инструмент. Но что-то похоже я ошибался. Вот такие дела. Вот зачем я это все делал. Так. Ну давайте. Может быть сюда куда-нибудь. О. Нормас. Давайте. на поляночку. Кстати еще открыл всякие шняги для... Как сказать-то... Ну короче. Всякие объекты на планету. Всякие завитки всякую. Такую штуковину. Так. Открылись. Открылось оружие и средний запас прочности. Окей. Окей. Что я сразу развлекательный центр-то... Ха. Что, работать? Давайте местами поменяем. Так. Теперь что? Теперь развлекательный центр. Теперь у нас заканчиваются деньги. Вообще жестко. Вообще жестко. Причем. Слушайте, эффективнее-то будет по-другому сделать. Ну допустим, вот здесь вот завод. Хотя нет, завод-то дешевле, чем дом. Ладно, все. Я загоняюсь уже, короче. Так, дом. Так, ребят, пауза. Короче, вот так вот. 126 в час. Можно еще построить на денег? Пока нету. Вот такие дела. Так. Ну и что теперь у нас? Сколько, в общем, на планеты мы можем забрать? 10. Угу. То есть, с колонией 10, с домашки 50. Может, как-то увеличить можно? Фиг его знает. Ну ладно, друзья. На этом пока серию закончим. Продолжим в следующий раз. Спасибо, что смотрели. С вами был Дэр Туэр. Всем удачи. Всем пока.